здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем цикл наших видео встреч с известным историком картографом гизатом табулдином к нам сегодня присоединился директор института истории государства ерканом анжелыч авиль мы рассмотрели комплексное информационное культурное историческое поле великой степи куда вошли акмолинская карагандинская часть кустанайской области отдельно остановились на акмолинской области вот центром нашего сегодняшнего исследования будет культурный исторический пласт кустанайской области и так кустанайская область знаменитое тургайское плато родина великих акинов батыров я думаю что подробнее об этом нам расскажет еркан аманжелыч добрый день вообще тема сама по себе очень интересно и меня например она давно привлекает историки вообще очень сильно дружат с двумя науками это с литературой с одной стороны с географии с другой стороны потому что человек не живет абстрактно где-то он живет в конкретных географических условиях и временных да здесь и в это время в этом плане кустанайская область очень интересная в каком смысле вот так вот вы уже сказали тургай да тургайский прогиб так называемый это территория по которой всегда проходили миграции с севера на юг и в обратном направлении да такой маршрут да 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 этом маршруту возможно здесь даже есть и какие-то заложены более глубокие природные причины потому что мы видим что маршрут перелетных птиц например тоже там про как же про так же проходит это климатические форму древнего моря в историческое время там было огромное озеро в ледниковый период когда север на севере существовал ледник соответственно он подпруживал вот эти все воды которые шли и в историческое время вот почему например нету памятников почти нет памятников каменного века на территории кустанайской области связано с тем что это территория была просто залита водой было огромным только пресное озеро которое соединяло с оралом только после исчезновения ледника здесь человек эту территорию заселил огромное количество озер вот оставшиеся после ледника огромное количество рыбы водоплавающей птицы и в эпоху энеолита здесь уже было очень большое население вот связано с этим охотников рыболовов вот и мы видим что эта территория и природы позволяла она стала центром и с переходом вот человечество кочевому так называемым кочевому образу жизни скотоводческого этот регион стал одним из центров и мы видим он существует как центр скажем и здесь было владение скажем отдельное владение копчаков до монгольский период во времена золотой орды это был центр улуса шибанидов вплоть до вот последнего исторического времени при царской империи значит здесь отдельно была восточная часть оренбургского ведомства фактически занимала современной территории кустановского отдельная часть день ну там было три части и вот отдельная восточная часть как раз и центр этой восточной части тоже находится на территории современной кустановской области огромное количество памятников и второй момент почему сейчас интерес вызывает советское время вот тургайская степь была зона отчуждения космодрома байконур и практически не изучалась в археологическом закрытая территория археологически практически не изучалась там было очень мало разведывательных экспедиции советское время археологически там соответственно но сейчас вот последние лет десять там работают археологи алматинской археологи работают и карагандинский но весь тот объем который там существует его к сожалению за при том финансирование и при том графике работ нам понадобится наверно столетие потому что богатейшие вот историко-культурное наследие которое на сегодняшний день пока еще полностью не раскрыт то есть этот огромный потенциал нарративного до кого-то материала еще надо будет нарабатывать нарабатывать конечно мы как-то работали у нас было исследование исторические топонимики вот еще очень такой момент сложный двадцатые тридцатые пятидесятые годы вот в этот период до произошел такой как бы разрыв в исторической памяти с одной стороны повлияли трагические вот события 30-е годы остальные население просто вы бы до ряд властей например ряд района вообще без люди ли вот именно в тургайском регионе с другой стороны вот во время целины смены населения произошла вот в северных зерносеющих районов и очень часто местное население просто не знает например истории того района в котором они живут у них очень короткая историческая память не идет дальше предположим создание там этого совхоза потому что население который до этого жила его осталось настолько мало что вот эта историческая память она не передалась могут спрашивали например почему поселок так называется и людей которые могли бы действительно какую-то интересную информацию преподнести очень мало я не говорю о казахских названиях даже вот название оставшиеся от начала двадцатого века там есть например такое село с интересным названием 8 критовка и в этом селе никто не смог объяснить откуда вот это вот название и когда она и когда она по появилась это нам помогли сделать только вот письменные архивные источники мы натолкнулись на то что это село было названо просто землеустроительными в честь оренбургского генерал-губернатора оси крита секретович а местное население но не знаю потому что вот произошел такой разрыв вот этой исторической памяти тех кто знал об этом их просто не осталось это информация не передалась а по скажем названием историческим оставшимся средневековье немногие могут объяснить вообще есть вот памятники да они не могут объяснить что это за памятник есть миндагаринском районе так называемая ханская ставка и сотрудники акимата которые вот вроде бы должны были до внутреннюю политики да они у меня спрашивали что за ханская ставка вот и мы объясняли что это на самом деле это вот укрепление как раз ставка султана правитель восточной части оренбургского генерал-губернаторства но это хорошо что вы им объяснили до мере они уже но мы же привыкли как идти вот мы экспедицию организовываем и местное население вот вроде должно нам рассказать факт так называемой исторической памяти но здесь не только по кустанайской области у нас целом по казахстану есть такая проблема что есть разрыв исторической памяти связано с этими трагическими событиями и ну просто многие местные жители утеряли память с историей свою своей местности вот почему участие общества сложилось такое вот стереотипное мышление что с основания вот этого совхоза или колхоза в 50-е годы и начинается история и да да то есть вот разрыв такой из-за этого разрыва именно исторической памяти у людей отсутствует память о прошлом хотя эта территория как мы знаем было изучены исследована и заселена нашими предками значительно раньше у нас и краеведческая работа в советское время тоже была очень такая специфическая история совхоза история района героев соцтруда ну у нас до последнего времени юбилей района отмечается с момента когда административная реформа произошла и были района просто созданы поэтому у нас все районы одновременно празднуют свои юбилеи как и 30-летие да да хорошо ну давайте наверное обратимся к тем важным историческим событиям с которыми связаны кустановская область тургайское плато вот и как они сохранились топономики этих регионов что нам об этом рассказывают карты офицеров топографистов которые сумели провести такую огромную работу по этому слабо изученному региону расскажите нам пожалуйста спасибо я к нам желать подчеркнул несколько интересных вещей которые хотел бы обратить внимание действительно есть провал в памяти она была изне либо она всегда сидела в корне самих насильников тургайского плато тот экскурс о котором подчеркнул ярко к мажол я хотел бы обратить внимание на то что именно этот разрыв и наша задача этот разрыв заполнить информационно и этим разрывом наполняемостью информационного историка культурного ландшафта для того чтобы включить в тематику информационного поля благодаря топографом омского военно-топографического гарнизона как вы знаете уже третья передача мы стараемся осветить и передать ту информацию в данном случае военные топографы являются посредниками и та информация которую мы сейчас владеем она пришла от наших от абабалар которые жили на всей территории казахстана в данном случае это тургайское плато кустанайская область административное отделение и эта информация дошла до нас мы работаем с картой довольно продолжительное время и она нас шокирует в некоторых вещах и вот буквально три шокирует в положительном смысле или вот да информационном плане в научных изысканиях здесь уже подчеркивались некоторые вещи ирка на мажолы чем о том что как же развивалась в динамики и как она собой что такое девятнадцатый век в ту информацию которую собрали военные топографы их глубина исследования на порядка 200 лет ту информацию которую они дают девятнадцатый значит информация с семнадцатого восемнадцатого в некоторых областях и пятнадцатыми очень это глубокая историческая проекция распад полу распад большой орды и ногайской орды и эти следы мы сегодня увидим и покажем продемонстрирую в целом а сшитая масштабированная кустанайская область а это северо-западная часть кустанайской области мы на них увидели следующие отметить отметили следующие объекты которые представляет интерес для обогащения и внесением научный оборот тех а то информация которую мы обнаружили возможно на есть в других источниках мы это не отрицаем мы констатируем факт это укрепление х а михайловская в прямоугольнике в красном и ведут и внизу а здесь это урочище редуты это на военные укрепления связанная к видимо мы сейчас и предполагать мы бы просто констатируем что такие факты были следующий к называемой новой линии до новой линии который сможет укрепление вдоль границы казахскими землями вот вот этот объект и здесь спрашивали мы почему поставили вопрос мы не можем утверждать что здесь написано просто нужно будет более внимательно изучить ее о чем здесь вообще идет этот объект он для нас неизвестен здесь я более четко вычитать невозможно вы не смогли расшифровать от этого мы поставили вопрос это требует дальнейших исследований других источников и таким образом заполнится те исторические лакуны которые имеются на сегодняшний день а где он расположен вот этот в данном случае это река табол получается на правом берегу направо на правобережье табола находится вот этот данный объект это я сразу хочу добавить на 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 вот идет дорога от центра бывшего кушмуринского округа идет дорога в сторону российской границы она проходила через кантемес где уже где-то чоком валиханов родился и по этой дороге соответственно какие-то там объекты исторические существовали вот сейчас этой дороге нет она не сохранилась не сохранилась да ну вот как бы такой вот исторический путь существовал существовал в 19 середине 19 века следующее это укрепление константиновская чем она знаменательна мы просто констатируем что такие объекты есть и мы знаем их геолокация где она находится что нас его на сегодняшний день представляет нам неизвестно то есть требует следует дополнительных исследований я думаю здесь специального часть из них директор института сохранилась люди там каких-то развалин очень сложно потому что укрепление большинство они были земляными чарак поджигами в тот период да и это укрепление именно на новой линии российского укрепления вот михайловская константиновская они все были названы по именам членов правящей династии романа великих князей да и отсюда такие вот названия вот часть из них осталось сейчас на территорию российской федерации часть на территории казахстана ну а вы видите вот эту вот линию как раз пограничная линия здесь вот этот объект который находится более глубже на от границы это аман карагайский район если что поправить и это лес аман карагай это урочище смешанного леса в основном там повиненый хвойный лес раз карагай до значит это хвойный лес урочище такое оазиса лесной в лесостепа в степной зоне и вы видите могила ну гай написано я бы хотел бы на этой личности остановиться пояснить дело в том что мы полтора года назад делали экспедиции по североказахстанской области по акмолинской области именно по северным регионам и в одном из деревень мы познакомились женщины ей 50 лет ей 50 лет мы спрашивали вот на карте мы обнаружили урочище но гай куанган но гай куанган что это такое это батырский биво биво то есть это боевой стан мы начали интересоваться этой личностью и оказались мы там нашлись и потомки они живут и в астане живут петропавловцы к читали это из рода караул и мы таки или иначе по вот этой личности хотели сделать расшифровку узнать кто он такой потом мы через одного сказителя на один местный краевед писатель это женигер ахмед калиев я буквально сегодня утром с ним говорил по этому поводу по факту этого урочища ногая чем он интересен из тех слов старожилов которыми мы беседовали и напрямую и косвенно ногай жил в эпоху правления тауке хана это полу распад ногайской орды ну если что мне десут конец 17 начало 18 да и он родился сам ногай батыр родился на территории ногайской орды он сын тохтаула по легенде он был в свифол в хош в свиту тауке хана и был каком-то на понимании как советник но мы ее пока как в легенду воспринимаем как легенду в чем особенность почему именно на этой персоне мы остановились когда эта женщина 50 лет то есть она вот она молоденькая еще женщина она горит это на это наш батыр то есть у нее сохранил ажарский район северо-казахстанской области это было празднование определенного рода и эта женщина горит это был батыр а здесь их не был стан чем же он прославился но то что он типично вот он воевал с джунгарами и так далее ну это это понятно это типичное это нормальное явление но в чем его была особенность он оказывается сопровождал караванные пути именно вот о чем раньше в начале передачи говорили караванные пути он охранял их и через среднее чтение урала волги на северный хавказ это территория ногайской орды он и родился там вот он вот такой вот выполнял миссию он физически был очень сильный я познакомился с некоторыми потомками это спортсмены мастера спорта там где сохранились да когда я посмотрел в динамике их я давить когда увидел они все спортсмены вот вот здесь вот в астане проживает и верховном суде вот недавно познакомился и с другими в североказахстанской там целый аул и в качатаве и все не сам ахмед калиф он тоже спортсмен футболист и так далее так далее боксер так это женщина которая вам об этом рассказал она тоже из их потомков вот к сожалению она не относится просто я почему ответил если эта женщина знает нам профессионалам и обязаны больше знать вот о чем здесь есть очень интересный такой момент да мы же говорим о казахском ногайских связях но обычно относим это к шестнадцатому веку семнадцатого более раннему да вот ну что интересно есть по 18 веку очень много свидетельств того что вот представление об единстве сохранялись и связи сохранялись потому что я например встретился с очень интересным таким моментом один из источников это после завоевания россии территории современной молдавии то есть это уже последняя четверть 18 века соответственно значит идет перепись так называемых буджакских татар то есть это нагайцы которые жили на территории молдавии современной от них остались вот название населенных пунктов гагаузи камрад например бывший конград там и так далее и с какой целью делалось перепись чтобы их выселить на кубань остальным нагайцам с целью их объединяла какой-то локализации что их убрать во-первых с границы как неспокойный элемент вот заселить там православными почему туда гагаузов пригласили они тюрки но при этом они православные туда тогда греков приглашали из османской империи всех православных приглашали вот так называемую новороссию соответственно переписываются вот эти улусы и руководители этих улусов поименно даются и среди руководителей этих улусов есть один товарищ которого прямо называют киргизом то есть это казах какой-то который какими-то путями оказался в буджакской орде вот этой ногайской у родственников да и занял там достаточно высокий пост то есть он был руководителем одного из улусов ну и мы знаем о том что постоянно скажем и а булхаир и его дети все время угрожали оренбургской администрации что они уйдут на кубань потому что их родственники зовут а в то время кубань была еще под рукой османской империи была частью крымского ханства и вассальной османской империи это не все время грозили что к нам приходили нас туда зовут и мы уйдем к своим родственникам на кубань соответственно были реальные предложения осуществление этого сценария тоже могло быть конечно и самое главное существовало осознание вот этого единства она существовала и поэтому например я нисколько не удивляюсь тому что вот могли соответственно как казахи могли попадать в сферу вот эту вот ногайского мира так и ногайцы могли попадать потому что они себя ощущали единым целом никаких родными братья никаких языковых культурных там других различий не существовало то есть им было комфортно в этой среде поэтому если вот так посмотреть то вполне вероятно что таких вот батыров с ногайскими корнями мы найдем очень карасакала вспомним да да действительно очень может быть при наличии подобных караванных маршрутов достаточно большой протяженностью до учитывая что они шли через урал дон дальше на кавказ и вполне возможно что и на территории молдавии да это на тот момент единый мир был ну как это остатки реликты вот этого единого мира скажем так но понимание вот этой вот связи единство она сохранялась поэтому то я хорошо нога и могли быть здесь и казахи могли быть там да спасибо за уточнение и залезно связь межэтническую позднего средневековья что касается я хотел продолжить по ногаю у ногая шесть сыновей и они все социальный статус приобрели свои за свою жизнь статус батыров и они известные некоторые но сейчас мы на это следующую мысль по ногая будет определенная на экспедиция персональная потомков и далее мы будем делать днк тесты насколько это действительно соответствует действительности следующее это вот развалина и укрепление кушмурун о котором вот это нам ажолыч говорил вот через вот вот эти вот из-за хоры они дают как-то очень смутно прочитать но мы теперь посмотрели ее на внимательно развалины укрепление кушмурун что она собой представляет мы не знаем но я может быть абель это ярко наманжолыч что-то скажет поэтому укрепление кушмурун девятнадцатого века там сейчас в принципе если вот на месте посмотреть если знающий человек покажет что вот эти бугры есть укрепление то его можно увидеть его можно увидеть на вот этих вот сейчас спутниковых картах его можно увидеть так как такой квадрат вот но эти укрепления очень часто и их вот на месте очень тяжело увидеть потому что сгладилось можно пройти мимо можно мимо пройти да можно мимо пройти не не увидеть хорошо спасибо следующий кадр можно вот такие вот объекты они усеяны по караганде по кустанайской области ну а теперь мы персенофицированностью мы ногая рассмотрели и вот новый объект это место на погребение некого батыра таш батыр я вот на вот когда пишется батыр это уже стопроцентное что это действительно значит есть потомки есть реально наследники которые вот как раз вот для историков для магистрантов до докторантов вот та информация которая может дать толчок исследования к этой исторической личности где он какую эпоху проживал вот мы по ногаю выяснили есть за что зацепиться вот по таш батыр мы только видим что где он захоронен это по сути дело это центр тургайского плато если мы посмотрим более шире на вот этот объект это долина реки на тургай южная часть если брать от самой реки и вот такой вот папа такие вот погребение встречается дальнюю есть и погребение это вот внизу вот есть и просто могила может это тоже каких-то батыры я обращаюсь сейчас и насильникам тургайское плато кустанайской области ничего по этой карте можно найти своих потомков гениаловым кто занимается шире кто занимается истории краеведение вот им адресовано казалось бы небольшой промежуток времени да насколько мы от него биологического географической составляющей говорили вот здесь вот стан рыбопромышленников вот он он сам стану вот эта река сама по минимуму как дельта вот озеро само здесь ряд рек впадает стан рыбопромышленников ну что он может быть для историков для надо исследовать и закрыть этот вопрос что там за стан это же значит что-то какое-то центральное это поведение рыбаки российские бы на это российский поведение на урзум знаменитые заповедник да 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 вот здесь она подписана бор то есть а топонимик она сохранилась и до нас она дошла просто исследовать и показать что здесь на территории тургайска пола по современной кустанайской области работали рыбаки скорее всего стан вполне вероятно как российский но работали скорее всего казахи потому что на урзумская область она в принципе оставалась чисто казахской вплоть до вот видите пожалуйста вплоть до целины упоминание об этом надо смотреть наверное в архивах здесь вот есть на риме русской а здесь есть несколько моментов вот где рыбопромышленники затем соли промышленники потому что на территории кустанайской области были большие разработки именно соли контур кашу озеро и так далее там в основном работали казахи ну из числа обедневших газах на новое вот на следующем фрагменте топографической карте вы видите на берегу реки тургай ее в среднем течении это укрепление аримбургский ведь она имеет такое значимое название укрепление это видать какой-то был центр административно и военно-политический центр ну насколько он сейчас сохранился ну это тургай это собственно сам тургай укрепление аримбургской там соответственно вот эти два укрепления которые глубине степей были построены это как раз против в кенесары косымова укрепление уральская пожалуйста временный иргиз и укрепление аримбургской это тургай собственно и это вот тут самый тургай которые штурмовали безуспешно джигита мангельды вот пожалуйста вот теперь открывается таким вот образом новые страницы для понимания историко-культурная ландшафт ну вот мы видим на кладбище ханс йог здесь вот эта красная граница это между двумя областями актюбинская и кустанайская ну мои дизайнеры немножко напутали надо было чуть чуть повыше поднять а это кладбище ханс к сьог находится на территории все-таки кустанайской области вот этот объект этот объект он был нами найден еще года полтора тому назад но мы его пока не затрагивали пока мы не сшили полную всю карту сам процесс сшивания масштабирование это долгий процесс для того чтобы все из ахоры из и сделать единую картину потом что показать объяснять разъяснять и найти новые исторические объекты вот новым для нас является как раз вот кладбище хан сьог понятно что это писали русские толмачи кладбище хан сьог когда говорится сьог значит а показали наши предки следующий кадр мы на этом объекте особенно остановимся и это будет наше такое эксклюзивное понимание можно сказать что это захоронение тюре до чингизидов но по всей видимости тех султанов которые на той территории на территории управляли так теперь я по первые показываю полностью карту эта карта земель киргизм внутренней и малой орды это внутренняя орда и малая орда есть вот на когда мы начали когда мы находим какой-то объект по топография беру аналоговые карты того же региона в данном случае я нашел эту карту следующий какой период это это 19 19 мы сейчас увидим объект следующий то есть это же карта но увеличены мы я нашел тот мы взял тот аналоговый участок экстраполировал ее на это ну вот это могила булхаир хана вот вот здесь написано км значит каменная могила хан сьог написано могила а булхаир хана но мы знаем что года два-три тому назад нашли в актюбинской области могилу и провели в венгрии днк я когда вот это это в 12 часов ночи я же знаю что нашли доказали днк но потом так или иначе я разговаривал с некоторыми специалисты по днк косвенно потому что ко мне лично никто не обращался надо жить прямых потомков ну что такое прямые потомки а булхаира ну очень много потомков от нуралы но на нуралы хана в сорокалетнем возрасте заболел мочекаменной болезни не мог воспроизводить я почему я на этом сейчас остановлюсь потому что этого пока достаточно мы опять не будем задевать чувства потомки мы ничего не возражаем мы возвращаемся репутацию мы не будем изручать вот это все аэрографические единицы те объекты урочище и сделать привязку сейчас мы вернем скотер к современной карте следующая небольшую такую ремарку ставлю когда пока будут карту менять просто здесь очень такой тонкий момент с одним генетиком разговаривал на эту тему как раз вот популяционной генетикой занимается российский он говорит это возможно значит действительно потомок такого-то такого-то но здесь возможны варианты ведь потому что как может быть самозванец может быть еще что-то ну и в конце концов как нельзя и исключать невозможно это всегда очень сложно официально может считаться потомком одного человека физически быть потомком другого потому что человек не изменился за эти тысячелетия то есть здесь момент это же слабости остались конечно да 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 это встречается есть такие мы считаем что это гены чингисхана возможно это гены конюха чингисхана совершенно верно это встречается и не такой ремарки да ну это не имеется ввиду именно в контексте великой степи это было распространено и конечно и западная ничем теперь есть то есть мы должны быть осторожным очень совершенно верно абсолютно мы постараемся быть осторожным и возвращается в топографию топографию современная то есть вы как заметили я использовал три карты девятнадцатый век конец девятнадцатого века и вот современная эта карта 2009-2006 годов когда мы посмотрели все орографию ведь на эти карта ведь нету на современной я для ориентира взял бедаик это ближайшая такое населенный пункт который до сих пор существует для ориентира нашел эту реку уль каяк и вот на одном из мест я просто показал символ погребения что здесь что-то находит согласно тем картам которые мы имеем а по факту мы имеем две карты одно и тоже в одной указывается просто ханское погребение она 2 именное вот вот в чем ее суть этого вопроса что это именное каменная могила то есть объект возможно имеет сегодняшняя сахар с космоса смотрел на космос снимку пока мы мы не ничего не обнаружили ничего мы не обнаружили кроме как на своих картах а теперь мы опять же вернемся карте малой орды река уль каяк она до сих пор сохранилась где сама проекция вообще то по топографии множество проекций вот вот это допустим может быть коническая другая цилиндрическая топографически они вообще имеют совершенно другую на геометрическую составляющие у них просто квадратики идут и все они не от не ориентированы на какой-то геометрическую фигуру и опять возвращаясь есть и здесь на территории кустанайской области мы находим хана могила обуха ира тогда кто захоронен в актебинской области я имею право так задать вопрос директору института имеете право задать задать вопрос вы право имеете я имею право сказать что я не могу ответить сейчас на этот вопрос тем более что вы же сами говорили по хану обуха иру там были мероприятия прямо крупные здесь надо смотреть надо приехать надо смотреть на вопрос спасибо спасибо и опять-таки наверно до обращаться и к архивным источниками то есть искать какие-то ссылки на то что действительно ли обуха ир был похоронен в том месте в актебинской области либо в этом месте кустанайский ерофеева писала по этому поводу монографии есть по хану обуха иру опять-таки здесь где его убили убили его 1748 году клан барак суртана вот где его убили где это так но вы правильно подчеркнуть здесь же вот в этом регионе улькаят река вот у меня карта есть именно актебинский там есть хан сио ханы младшего жуза их было порядка два десятка могу ошибиться плюс-минус это не и естественно хан сио ков здесь порядка десяти а именную мы только одну нашли на дно и теперь я думаю это в адрес и к нашему институту надо смотреть надо смотреть таким же образом это какой-то другой обухой да или общие потомки обуха ирхана может быть даже так за некрополь фамильный фамильный да да это все надо смотреть конечно было бы вообще подарком там если бы мы ну не каждого обуха ира в носил звание хана и насколько известно и удостоится отдельные вот почему эта могила попала на карту скажем императорскую до конец 19 то есть это значимый объект для местного населения это объект сакральный объект поклонения то есть это если мы будем считать что ошибки не произошло и вот в тюбинске это действительно хан обуха ир младшего жуза значит а другое буха ир надо искать что это за буха ир ну шабуха и старец может быть до 15 15 век хорошо спасибо на разные личности абсолютно разная генетика было бы было бы конечно очень большим как это соблазном до объявить так но генетика да разные потому что это разные ветви там шабониды здесь там спорят это тукой туму тимуриды или урусиды скажем так я пару слов о биологии вхожу ваще в казахстане биологическая наука она находится это есть у нас сильные биологи академические мы их не затрагиваем и говорим а в целом пласте биологическая находится она все-таки еще научном слабом уровне я когда беседую с академическим биологами спрашиваю вот что такое синтетическая теория эволюции пока все может быть не будем уходить в такие вы затронули тему которая для меня как для педагога который работал долго в университете еще болезненные то что нам предлагали отказаться от теории дарвина вот даже хорошо спасибо большое из перечень памятников культуры которые картографированы и охраняются законом вот его даже надо взять в руки потому что список этот составлялся 50-60 годы утверждался столкнулись с тем что многие из них перестали существовать то есть они написаны скоро в скольки метрах там к югу и скольки метрах северу от какого нибудь топографического знака но физически они перестали существует то есть уже это такая большая большой объем работы тем более сейчас у нас стоит задача в каждом регионе в том числе кустанайской области понять какие объекты на самом деле мы сейчас имеем на этой территории да вот что мы можем музеи фиксировать что мы можем использовать утилитарно там для развития туризма местного у нас второй год уже актуален только местный туризм правильно еще возможно надо надо всегда во всем негативе искать какой-то позитив да вот очень часто бывает что действительно вот у нас район какой-то да он сидит на культурно-историческом колондайке но не знает может быть знают но не может применить может быть знает но не та информация например которая вот по тому же вот так молинской области вот это укрепление урмамбет например да но описано живут ну начиная с 19 века там кастанье они описал они все писали все упоминали там рычков упоминал и так далее это историческая личность у нас я был во многих местах видел много туристических центров и из них процентов 40 это абсолютно выдуманные истории это новоделы при этом они пользуются огромным спросом у туристов современные легенды до современные легенды абсолютно вот мы причем когда начинаешь вот со специалистом местным там он смеется играть ну конечно это немножко все не так было бы немножко придумали вот чуть-чуть значит ну в целях популяризации нашей истории вот это это тоже нужно а у нас не выдуманные настоящие объекты настоящие могильники склепы находятся да и мы не можем и говорит а мы говорим что к сожалению у нас там не сохранились там пирамиды как там в гизе или к сожалению у нас нет как у мая там этих заброшенных городов которые заросли джунглями и так далее у нас есть не менее интересные истории абсолютно верно и эти объекты мы можем почерпать из географических карт которые оставили наши предки через картографов топографов и мы эти объекты можем наблюдать вот спасибо что вы напомнили об сейчас очень много открытий делается в междисциплинарной сфере а многие вот эти вот названия например я как историк встречал в письменных источниках в архивных но историки у нас не могут привязать их к местности а а тут есть тут вот да а географ приходит с картой говорит вот я вижу вот здесь это название я не знаю что это но вот она на этой местности и вот здесь историк с географом должны вместе съесть он со своей информации значит коллега со своей информации и все это свести вместе и желательно еще местную исполнительную власть привязать для того чтобы это не осталось абстрактной информации интересной только там любителям истории надо ее популяризировать для этого и развивается вульки то ну краеведение да да все это поставлено главы государства на самый высший уровень ну у нас половину программу рухани жангру именно об этом же до самом деле совершенно верно спасибо большое за уточнение и на упорядоченной этой системы нужна система абсолютно и законодательной научной те материалы которые мы ранее отправил по государства венгрии во францию отправил материалы особенно по гунтским поселениям в бассейне реки ишим тургая терсакана это заинтересовало ну конечно и наше министерство индустрии и туризма должно тоже внести определенную лепту если я их тоже приглашаю принять участие посетить вот этот терра инкогнито ханскую могилу обуха ира никого обуха ир как мы вот здесь вот с академическим историком я думаю мы поняли что это нужно дополнительные исследования и днк и посмотреть что там на камне написано и выяснить какое-то обуха ир обуха иру было 34 которые были насельниками данной территории я имею ввиду знаменитых которые имели так или иначе генетическую связь с джучи во всяком случае что касается прошлых вот допустим это пауэрман бету пауэрман бету бы можно восстановить вот эту крепость взять вот тех источника которые вы сказали и таким образом будет объект это допустим некоторая формация уже дошла до отбасара тем более то на место вот магистральные трассы да 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 там в случае да я вот тоже хотел бы сказать что подобные объекты они значительно поднимают статус региона той же местной исполнительной власти того же района вот и становится привлекательными не только для туристов для исследователей даже сами местные жители многое не знают таких знаменательных исторических местах событиях которым жителями которых они являются этого региона вот поэтому это большая важная нужная миссия вам огромное спасибо за это и я думаю что местные власти да и центральные органы после наших передач возьмут во внимание и не просто примут к сведению а наверное примут примут какие-то конкретные шаги для реализации вот подобных инициатив я думаю вот такие вот на серии которую вы задумали они мы закладываем семена реальных объектов исторических которые должны входить которые еще не вошли на страницы областных районных программ рухани жангру сакральная карта объектов и не надо стесняться своей истории была крепость было укрепление была могила чья бы она ни была бы батыра хана султана это надо выковечить время уходит время не ждет мы таким образом говорим о своей территории о своей родной земле которую отстояли за многие века за три-четыре тысячи лет наши великие предки вот о чем идет мы для чего это дело цель наша вот историков географов биологов для того чтобы утяжелить выяснить нашу историю показать и она будет служить комплексным объектом туристического кластера здесь могут развивать свои объекты туристические культурные исторические и наполнится наша жизнь новыми эмоциями историческими ностальгическими и таким образом мы дальше будем двигаться мы будем интересны для цивилизованной европы для мудрого востока и так далее так далее спасибо вам большое арман вам большое спасибо вам большое спасибо отличные комментарии илька нам анжелович ждем вас гизат с очередной картой нашей студии ближайшее время дорогие друзья сегодня мы познакомились с уникальным культурно-историческим ландшафтом кустанайской области действительно регион древнейший и тургайский прогиб и ледниковый период и древнейший город аркаим говорят о том что этот регион очень важен для нашей истории 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 нашего народа сегодняшние новости которые озвучил историк картограф топограф гизата болдин говорят о том что есть еще такие страницы которые не до конца исследованы и они требуют очень самого внимательного и тщательного изучения и я думаю мы к этому еще вернемся большое спасибо всем всего наилучшего